А здрасте, всем друзья привет уленьки, мы продолжаем играть в 22 ферму, карта NF марш, у нас наступил июнь друзья, и начнем мы конечно же с самого интересного на чем мы остановились в прошлой серии, а именно с силосной башни, силосной ямы простите, я ее друзья заполнил, ну не то чтобы прям на 200%, но по максимуму, и сюда влезло друзья, как вы думаете сколько, правильно почти 7 миллионов литров силоса, пришлось докупить еще вот такую вот хреновину, хотя кстати можно было и не докупать, просто наверное чуть больше времени бы ушло на трамбовку, но трамбовка после того как все вот это вот было здесь сгружено, и отвалом все это сюда было запихано, нужно было еще потом укатать, поэтому здесь появились вот такие вот типа колеи, вот так здесь ровненько все было, и это вот от этой вот штуки, в общем-то это ушло очень много времени, типа часов 5 наверное, но опять-таки здесь и большое количество сечки было выгружено, Сюда я загрузил все 45 поле, все 47, все 48 и еще пару прицепов свежей люцерны, правда осталось все равно еще много, травы здесь еще много лежит и сечки еще много лежит, короче всего еще много лежит, что меня приятно удивило, сила зреть не 3 месяца, почему-то я думал что 3 месяца он будет, но нет, сутки как и раньше, поэтому мы можем до следующего покоса эту яму освободить, но каким образом мы этим будем делать? Я, друзья, вероятно придумал самый извращенный способ из всех, это конечно же ковш, ковш и погрузчик, поэтому погнали в магазин и что-нибудь из этого себе присмотрим, у нас тут кстати есть в DLC платина здоровенные такие погрузчики, там вроде как ковши большие идут, но эти все погрузчики, вот мне что не нравится, они идут с ломающейся рамой, мне это не нравится, взять телескопический погрузчик и не париться, да, маниту например, или GCB-шку, но здесь ковши маленькие, 2000 литров, New Holland тут красивенький, вполне себе, может его взять, дайте его возьмем, или все-таки нет, ковш с высокой кромкой, 10000 литров, блин, но это, это знаете ли намного быстрее будет, давайте ладно, его возьмем, здоровенный вот этот вот ковш, ну и тогда возьмем самый большой погрузчик к нему, что такое спасательный маячок, я вот не вижу никаких изменений, а вот сверху зелененькая пупусечка появляется, не знаю, что это такое, поэтому оно мне нафиг не нужно, маячок можно оставить и номер мы выставляем ему, номер 79, тоже эту хреновину покупаем, 300 тысяч она стоит, кстати денег я немножко подзаработал и контракты я успел все выполнить, которые здесь были и продал я то ли картон, то ли еще что-то, плюс компост еще продался, хорошая цена в апреле была, его там около миллиона литров было, потому что денег мы трехи подзаработали, итак, что нам нужно сделать для этой штуки, во-первых, мы ему поставим точку в автодерайве, склад жидкостей самая близкая и взаимодействие с курсплей мы включим, если у него вдруг закончится топливо, он сможет съездить заправиться, потом вернется на эту точку, это раз, во-вторых, здесь мы ему ставим работу с кучами, курсплейчик, друзья, для этого дела надо обновить, 7.4, на сегодняшний день последняя версия, где есть вот эта вот штука, соответственно, рабочую ширину мы ему выставляем, я думаю, где-то 4.5 метра должно хватить, и смещение высоты ковша, чтобы он сильно по земле не елозил, 0.3 метра, потом будем, если что, править, и этот самый курсплей ему надо настроить, во-первых, позицию цели, ставим где-то вот здесь вот перед ямой, позицию загрузки ставим прямо перед ямой, сдынь, и все, оно стало беленьким, значит, я ему определила, разгружаться мы будем, друзья, в станцию разгрузки сразу же, ставим, вот здесь у нас крестик стоит, здесь у нас принимается элеватор, соответственно, сдынь, и его определила, крестик стал зеленым, и элеватор у нас определился, и в теории, в теории, он должен ездить, все это дело перегрузить, перегрузить, ну, в общем-то, мы давайте посмотрим, пускай он туда едет, я, так, знаете ли, по-быстренькому проверил, вроде как работает, но, опять-таки, знаете ли, ковшом по 10 кубов, 6,7 миллиона литров, перевести, это сколько ему надо, 671 раз, ему надо съездить, чтобы освободить эту башню, это довольно много, в общем-то, если это заработает, то, бога ради, пожалуйста, а пока он едет, друзья, давайте мы посмотрим, что творится на наших полях, а на наших полях у нас все хорошо, а, во-первых, по созреванию, ничего у нас еще не созрело, вот первое будет 50-е поле, 42-е, 34-35-36, это у нас, видимо, в следующем месяце будет пшеница, рожь, канула, а, ну и трава, разумеется, тоже созреет, трава, клевер и все остальное, некоторые поля, вот ячмень, уже созрели, на них есть контракты, есть контракт на удобрение, его тоже сегодня выполним, ну, приехал засранец, давайте посмотрим, как это будет работать и будет ли, в теории это должно, я даже это в теории проверял все, вот, работу с прицепами не проверял, с одной стороны, может быть, лучше будет поставить здесь какую-нибудь точку, с учетом того, что здесь много маршрутов есть, именно, чтобы он разгружался в прицеп, а прицеп отвозил это все дело туда, не знаю, но пока что вот у меня вот такой вот способ в голове, все, он прибыл и курсплей включился, он, кстати, определил вот в прогрессе, что 6,7 миллионов ему осталось вывести, опс, я случайно выключил курсплей, вот, и, соответственно, вот он начинает работать, загружает целый ковш, не очень приятный звук у него заднего входа, конечно, и здесь он, как видите, все объезжает, все препятствия объезжает и едет прямо на станцию разгрузки. Эй, дружище, ты куда поехал? Ладно, честно говоря, не знаю, как здесь будет, если мы запустим остальную технику в работу, которая будет здесь ездить, насколько они будут пересекаться, кто кому будет мешать и смогут ли они избегать столкновений друг с другом, сможет ли вот этот вот челик видеть, что кто-то здесь есть, опс, все, высыпал, и сейчас он едет обратно, сможет ли все это дело, в общем-то, работать. Кстати говоря, давайте сразу же запустим товарища, который у нас контрактик выполнит, у нас на поле 13 есть удобрение, по-моему, удобрение, но сейчас мы посмотрим точнее. Так, с поля 13, работа с курсплеем и припарковаться по завершению тебе надо. Да, 13-е поле удобрения, есть еще рожь, ячмень и ячмень у нас на уборку урожая. Значит, ты, друг, давай едь удобряй, а мы, наверное, три наших комбайна и три мана как раз запустим на три этих самых поля. Плюс, разумеется, соберем с них соломку, но знаете ли, с учетом того, что вот здесь вот работы прям до хренища, вот он, кстати, забрал еще одну, еще один ковш и повез его на разгрузку. Вроде как работает, но опять-таки, с учетом того, насколько долго это будет происходить, видимо, надолго. Мы в этом сезоне сейчас поиграемся с ямами, потом сделаем, в общем-то, выводы, стоит оно того, не стоит, и будем дальше тогда то ли с ними играться, то ли не будем с ними играться. Так что, вроде как, все просто. Ладно, погнали, зарядим тогда в работу наших комбайнов. Соберем, друзья, вот эти вот урожаи все, соберем с них соломку, посмотрим, что по деньгам у нас выйдет, и дальше будем тогда что-нибудь придумывать. Встретимся тогда после уборочной, посмотрим, как у нас тут ковш поработал и так далее. Семь утра, друзья, у нас на часах, собраны все три поля контрактные, ну и, разумеется, удобренные, но это прям быстро. Собрали мы с этих полей 140 кубов ржи, 330 кубов ячменя и успели перевести 450 кубов силоса, друзья. И я психанул, я уже попробовал транспортом это все дело отсюда вывозить, работает оно прям, скажем так, себе. А проблема даже не в том, что это все долго работает, время, скажем так, у меня есть, но он приобъезденный элеватор, иногда может вот здесь проезжать мимо склада, например, и вот его колбасит, и он вот так вот повернется из-за своей поворотной оси вправо, и видит преграду, и останавливается. Это, в общем-то, раза четыре, наверное, случилось, пока поля убирались, поэтому я психанул. И, друзья, экспериментами, правдами, неправдами, в общем-то, один единственный способ я сюда придумал поставить, как это вывести, это все-таки конвейерной лентой, которую мы сейчас купим и поставим сюда. Поставим автодрайв, и все будет работать. Единственное, только надо открыть элеватор, открыть эту самую яму до конца, а то бывает такое, что конвейером это все дело открываешь, и оно не открывается. И потом вообще хрен знает, что делать, такое случается. Вот два часа он поработал, этот погрузчик, и, в общем-то, с него, наверное, хватит. Возможно, надо будет потом купить погрузчик, если мы будем продолжать с ямами играться. Надо будет купить не погрузчик, а ковш для какого-нибудь трактора, чтобы можно было яму открывать вот так. А ты, друг, свое отработал, ты давай шуруй на дилер-сервис. Вот эти два товарища у меня пытались отсюда увозить все это дело, и они тут получили по своему одному ковшу, и все. Здесь мы поставили точку 1, 2, 3 просто для разгрузки, это так, в качестве тестов было, но этот вариант мне тоже не понравился. Все, давайте, товарищи, разгружайтесь и паркуйтесь, а мы, друзья, идем тогда в магазин за конвейерной лентой. И нашел я, друзья, модовскую конвейерную ленту, ременная система вот такая вот, она по размеру подходит практически в эту яму. То есть вы поставите в одно место, выгребает все, скажем так, немного читерская. Плюс ей не нужно, она подбирает еще на 2,5 метра под землю. Давайте она у нас оранжевого цвета будет, 38 тысяч, мы ее ставим. Ей не нужна вот эта первая лента, она сама подбирает это все дело с земли. Ездит 300 километров в час, так что можно ее даже, в принципе, самому перегнать без трактора. Ну и что самое главное, у нее большой захват по площади. Она почти всю яму выгребает, чуть-чуть ей там не хватает, но можно будет пододвинуть. Это я дело уже тоже протестировал. Эй, ребята, ну от какого лишь, почему ты перевернулся вдруг? Да такой нетерпеливый был ковш, да? Не смог дождаться своей очереди, пока ты уедешь. Отличный план просто. Ну ладно, мы возвращаемся к нашей ленте. В общем-то, на мой взгляд, это будет самый оптимальный вариант. Пускай это тоже будет не самое быстрое занятие. Пускай нашему транспорту придется немножечко покататься. У меня время же свободное есть, вы же знаете. Не обращайте внимания, что сейчас пол пятого утра у меня. Мы ее ставим вот сюда, мы ее вот так вот поднимаем. И мы ее выставляем вот так вот, на подальше. И я думаю, что это будет вполне себе приемлемо. Пока что мы ее выключаем, конечно же. И берем еще какого-нибудь мана. И едем прописать еще точку автодрайва, чтобы у нас это все дело в автоматическом режиме работало. Пока два остальных мана у меня работают. Точнее, выгружаются, паркуются. Я вот даже не знаю, откуда лучше это все дело прописать. Наверное, вот из этой точки можно вполне себе позволить. Просто уже столько этих маршрутов наверчено, честно говоря. Я уже не знаю, что и делать. Глаза немножко разбегаются. Ну ладно, давайте вот так вот это все дело будет у нас выглядеть. Проверим, чтобы это все работало. Вот эту точку мы сразу соединяем. Наша задача просто проехать под конвейером. Например, вот так в теории это должно будет работать. И отсюда потом выехать куда-нибудь на основную магистраль. Например, вот сюда. Ну пускай это будет вот так. Вполне себе меня это устроит. И тогда где-нибудь вот здесь мы делаем точку. Пускай это будет силосная яма загрузка. Мы эту точку закинем в папку база. Силосная яма загрузка в папку база. И теперь троих наших манов мы отправляем по маршруту. Силосная яма загрузка. И в элеватор это все дело выгружать. Силос можно ему не ставить. Давайте всех троих отправим. Вот этот тоже поедет на силосная яма загрузка. Давай едь. И красного. И разумеется отправляем туда же. Все едьте катайтесь. Ну и друзья, наша задача еще включить этот самый конвейер. Все. И он начинает грузиться. Он грузится довольно быстро. Увеличенная тут и радиус, и скорость погрузки, и все остальное. Ну сейчас посмотрим, чтобы они здесь загружались тогда. И можно будет наверное уже идти спать. Или нельзя будет еще. Пока маны едут, мы пойдем продадим погрузчика нашего. Спасибо, ты хорошо проработал. Но мы тебе, друг, продаем. 229 тысяч. Я даже не помню, сколько мы потратили. Ну ладно. Да, на полях, которые мы собрали, еще солому надо собрать. Поэтому контракта не принимаем. И не отвожу. Куда вы, друзья мои, поехали? Я им не те режимы поставил. Давай, ты есть с нормальным режимом. И ты есть с нормальным режимом. Ну а красный сейчас проверим. Как работает. Чтоб еще проезжал здесь, а то я так, знаете ли, тоже в упор к складу, к этому складу жидкости проехал. Да, вроде все должно работать. Оп. Достает. Грузится. Грузится, как я говорил, опять-таки довольно быстро. Поэтому все зависит от манов, насколько быстро они будут ездить. Но сейчас у нас здесь будут кататься маны. А наш большой прицеп на 300 кубов я отправлю собирать солому. Когда он соберет всю солому, он присоединится, соответственно, к этим манам. А маны поедут, точнее даже один ман отправим развозить тогда урожай по контракту. В общем-то схема рабочая. Единственное, что он почти до конца. Примерно вот досюда. Вот он все это выгребит с того расстояния. Но можно будет потом, я не знаю, или вторую конвейерную ленту поставить. Или чуть-чуть пододвинуть и точку пододвинуть. Но в любом случае это будет работать и намного проще. И все в автоматическом режиме. Что, в общем-то, хорошо. Но если, друзья, никаких других приколюх здесь уже не случится. То, соответственно, мы с вами встретимся в начале июля. Где нас ждет уборочная. Сила к тому времени весь будет на базе. Контракты будут выполнены. Денег у нас будет, скорее всего, примерно столько же. Потому что за сутки амортизация недвижимости сожрет много. Все нормально. Они втроем здесь справятся. В общем-то, до июля. Июль, друзья. Обожаю этот месяц. Вот честное слово. Не только в игре, в реальной жизни тоже. Лето, тепло и все прекрасно. Что мы, друзья, имеем на начало июля? Во-первых, мы перевезли весь Силос. Часть я отправил на склад, что успел. На склад тюков. Отсюда, кстати, надо будет перевезти тоже еще часть. Склад тот забить. Потому что здесь место не бесконечное. Вывезли его из ям полностью. Яма пустая. И готова, в общем-то, принимать дальше другие товары. В общем-то, конвейерная лента. Вот это, друзья, отлично работает. Это хорошее, в общем-то, решение для этой ямы. Разумеется, залью я ее на сайте. Можете ее оттуда скачать. Но это ладно. Что, друзья, нам сегодня надо сделать? Во-первых, июль это уборочная. У нас, друзья, созрели некоторые наши поля. В частности, созрела у нас наша рожь. У нас есть три небольших поля. Поэтому их надо будет сегодня все убрать. Также, друзья, созрело наше поле с травой. Траву сегодня тоже надо будет обязательно скосить. Также созрела люцерна и созрел клевер. Что тоже сегодня надо будет обязательно скосить. Плюс 50-е поле здоровенное с пшеницей тоже созрело. Нужно обязательно убрать. Плюс канола, друзья, тоже наш сегодня созрело. Надо сегодня убрать. И плюс еще есть много контрактов, которые тоже созрели. И тоже надо все это дело поубирать. Полба созреет только в августе. Наша полба. У кого-то, может, уже и созрела. По поводу того... Так, три контрактика. Это культивация тополя, которые мы убирали в прошлом месяце. Сейчас они вот докультивируются. Это все неинтересно. Опять-таки, пшеница, рожж, лен. Много полей. И есть самое вкусненькое... А, нут горчицы еще есть. Тоже довольно жирненькие поля. Но самое вкусное, друзья, 78-ое поле. Конечно же, это прям очень хорошо все выглядит. Также, друзья, надо обслужить производство сегодня. Тут много чего надо вывести и завести. Но это все, в общем-то, вам уже неинтересно. Это я за кадром все сделаю. Кстати говоря, я тут недавно рылся по списку нашей продукции. И, оказывается, целлюлозный завод у нас имеет коллектор сточной воды. Ее тут уже трохи поднасобиралось. Еще у нас хорошая цена сейчас на жидкое удобрение, чернозем, песок и на ДВП. ДВП, наверное, имеет смысл продать. Жидкое удобрение как-то не сильно хочется, потому что у нас... Я пока не понимаю, какой у нас расход на наши поля. С учетом того, что мы ими начали обрастать. А в следующем году, скорее всего, у нас появятся еще поля. Или даже в этом. Когда я придумаю, что мы дальше будем сеять, сажать и какие производства будем ставить. Давай-ка, друг, ты съездишь сейчас на лесопилку и заберешь оттуда всю продукцию, что там есть. Чтобы мы ее со склада все и продали. В июле еще обещают хорошую цену на мебель, кстати. Но пока что она не сильно хорошая. ДСП как-то тоже подкачала. Ну да, сейчас вот что-то как-то только ДВП выстрелило. Хотя в июле обещают. Но может еще поднимется. Месяц этот у нас будет длинным. Серия, скорее всего, будет длинной. Я предлагаю некоторых товарищей уже отправить в работу. Также, друзья, нам сегодня, да, яму надо будет забить. Но это чуть попозже. Потому что вот у этого товарища, который у нас будет собирать сегодня соломку со всех полей. И с покоса ему у него много работы. Яма это самое последнее, что ему надо будет сделать. Но это ладно, потом. Друзья, знаете, с чего я вообще хочу начать? Блин, столько всего запланировал. Ладно, давайте, друзья, знаете, с чего начнем? Мы проведем автодрайв на сточную воду на целлюлозной фабрике. Поехали, начнем именно с этого. Это все-таки одна точка, поэтому... Да еще и рядом здесь. Поэтому, я думаю, мы это быстро сделаем. Единственное, не очень хорошим решением будет, конечно, делать еще одно пересечение. Здесь, поэтому мы сделаем, наверное, чтобы он по кругу выезжал. Ничего страшного, пускай наматывает километры. Давайте вот отсюда мы, наверное, это все дело вот так вот выведем, соединим. Здесь он будет прекрасно наполняться. Вот здесь вот сделаем точку. Целлюлоз. Блин, а как я их там обзывала? Кто знает. Целлюлоз просто. Загрузка сточевод тогда сделаем. Целлюлоз, загрузка сточевод. Вроде как красивенько выглядит. Сразу же переносим это дело в папочку целлюлозная фабрика. И да, в списке оно здесь хорошо. Черт, выключил режим редактирования. Значит, ну давайте вот так вот выведем. Все нормально будет. К точке вот эти соединить надо. То есть здесь разрыв произошел. Хотя до этого не было ни единого разрыва. Ой, боже, что я вспомнил. Все, это сделали отлично. Ей, друг, паркуйся. Далее, друзья, на лесопилке давайте загрузим вот этого нашего товарища, который отсюда увезет ДВП ДСП. Так, 33. Все не вывезем. Что нам надо в первую очередь? ДВП. Значит, 33 поддона ДВП и 27 поддонов ДСП мы отсюда заберем. Неправильно посчитал. 17 мы всего заберем. 17. Вовремя сообразил. А то остались бы они здесь 10 штук. Было бы некрасиво. На самом деле здесь много чего еще есть, поэтому давай-ка мы сделаем так, чтобы ты еще одну поездку сделал и забрал отсюда все остальное. Отвезем на склад. Ну а мы тогда погнали поставим новое производство. Мельницу, друзья, я собирался сегодня поставить. Я, честно говоря, даже не помню, на какой участок она ставится. По-моему, вот сюда. Участок номер 60. Но мы сейчас это посмотрим. Мельница, да, участок номер 60. Я таки был прав. 1.300.000 она стоит. Давайте мы для начала этот самый участок купим. Он стоит копейки 55.000 всего. Вот такой вот здесь участок. Выделен ровненько под мельницу. И давайте ее сюда впихнем. По-моему, да. Вот это вот оно. Как она тут правильно вертится. Вот так, по-моему, она должна стоять. Как-то, друзья, надо попасть. Вот так вот в угол, по-моему, оно все ставится. Бездынь, ставим и смотрим, чтобы все было нормально. Триггера над землей. Здесь до стенок везде расстояние есть. Здесь триггера над землей. Здесь для стенок везде расстояние есть. В общем-то, все нормально. Надо, друзья, еще автодрайв сюда записать. Делать это, как обычно, будем с помощью вот этого вот товарища нашего. Так что едет на поле 26, по-моему, там рядом было самое близкое. И, друзья, пока у нас свободна розетка, у нас как раз сейчас у нашего спринтера, который батарейки возит, какие-то техобслуживания возит, батарейка села. Совсем ему тут плохенько. Поэтому давайте мы его отправим зарядиться. Это у нас парковка топлива. Давай шуруй туда. Между тем, грузовик прибыл. Разгрузил здесь ДВП, ДСП. И у нас ДВП получается 635 кубов. Почти 360 тысяч мы на этом заработаем. Очень даже неплохо. По 5 поездок к каждому трактору мы сейчас запустим. Давай, друг, ты поедешь первым, ты медленнее. Ты у нас будешь продавать ДВП 5 раз. Давай, погнал. И ты тоже 5 раз. Тоже ДВП. И тоже на склад контейнер. Хозмаг контейнер, точнее. На станцию техобслуживания сначала едет, но ничего страшного. Потом он вроде как все равно догонит. Все, ребятушки, вы развлекайтесь. Мы идем сюда и остатки продукции грузим. Как раз он приехал. Кстати, там ДВП еще один поддон появился. Мы его обязательно выгружаем. Один есть. ДСП. 17 штук выгружаем. Итого 18. 16 поддонов планок мы еще выгружаем. А как тяжело считать 28-34. Итого. И у нас здесь есть еще поддоны. Всего 7 поддонов с поддонами. И в общем-то все освободили. Еще щепу надо отсюда вывести. Это уже когда производством буду заниматься вплотную. Тогда и вывезу. Так, что там наш спринтер. Доехал, не доехал. Доехал, паркуется. Вообще, друзья, советую, конечно, вам брать который на ДВС этот спринтер. Включаем начать зарядку. 10 минут он еще будет заряжаться. Пускай заряжается. Мы как раз пока нарисуем маршруты автодрайва на нашу мельницу. Да, проставим производством и что-то ФБС начинает просаживаться потихонечку. Я как вроде как его ровно прям поставил. Должно быть все хорошо. Давайте для начала посмотрим, что вообще это производство у нас умеет. Мельница делает она 4 вида муки. Мука, ржаная мука, полбяная и гречневая. Для обычной муки требуется пшеница. Для ржаной муки требуется рожь, полба и гречиха, соответственно, для гречневой. Мы все эти 4 культуры засадили сейчас. Засеяли вот мука и рожь у нас появится прям сегодня. Полба чуть попозже, гречка в конце года. Также требуется электричество и поддоны. На выходе еще у нас отруби будут. Они тоже потом куда-нибудь понадобятся для кормов и так далее. Лишними не будут. Скорее всего, оно не будет у нас круглый год работать, потому что вряд ли мы будем обеспечивать урожаями все. Хотя если мы сейчас запустим вот эти вот все линии и посмотрим, сколько у нас требуется пшеницы в год. 100 гектаров надо иметь пшеницы. Почти 100 гектаров полба ржи мы столько не засаживаем. То есть, ну, что-то будем производить. Пока что линии мы, наверное, эти выключим. В конце дня у нас запуск всего этого дела будет. Сначала поубираем все поля. Так, контрактик завершен. Хорошо. Мы его принимаем. Лишь 3 миллиона денег у нас еще осталось. Это прекрасно. Да, заезд здесь не очень удобный. Что нам вообще здесь по точкам надо сделать? Нам надо сделать, во-первых, вот здесь выгрузку сухих грузов. Также вот здесь вот у нас будут поддоны появляться. Соответственно, прием товара. А, здесь у нас, кстати, еще один выезд есть. Откуда мы отруби будем забирать? Хороший вопрос. Здесь мы поддоны выгружаем. Я не исключаю того факта, что здесь отруби могут тоже на поддонах быть. Такое вполне себе возможно. Но я вот хоть убейте, друзья, не вижу. Обычно отруби в сыпучем виде идут на всех картах. Вот здесь что-то похожее, знаете ли, на что можно было загрузить. Но нет таблички, что выдача отрубей. Да и проезд здесь неудобный. Даже на маленьком тракторе будет кеморрой на сюда заехать. А может быть, действительно, отруби идут на поддонах. Но узнаем об этом чуть попозже. Чуть что, потом точку дорисуем. Погнали тогда рисовать автодрайв. Заезд, скорее всего, тоже со встречной полосы будем делать, как обычно. И выезд в обе стороны точно так же. Если мы будем проезжать здесь, ага, то ничего хорошего из этого не получится. Значит, будем делать вот такой вот круг. Такое чувство, что проще здесь вообще одну линию просто пустить и не париться. И с одной линией все сделать. Ну ладно, поехали тогда рисовать. Так, ну что-то в этом духе у меня получилось. Не знаю, насколько эффективно это будет. Немножко переживаю, что вот здесь довольно близко я проехал. И к стенкам, и к триггеру. Но потом посмотрим чуть что подправим. Значит, делаем точки тогда. Вот здесь, соответственно, у нас будет... Давайте мел, мельн. Будем начинать так. Так, точки. Выгрузка зерном. А вот с этой стороны, соответственно, сделаем... Давайте чуть дальше. Вот здесь. Мельн. Выгрузка поддоны. Вот здесь, друзья, мы просто соединили тогда, чтобы вот это вот пересечение. Надеюсь, они здесь не будут друг друга врезаться. А тут хороший вопрос, с какой стороны будет загрузка поддонов. Но когда опять-таки продукция первая паяется, чуть что точку перенесем. Это будет не проблема. Здесь у нас будет мельн. Загрузка продукции. Далее, друзья, нужно сделать выезды. Соответственно, здесь у нас будет двусторонняя дорога. И вот отсюда мы тогда... Черт, некрасиво получается. Ну, во-первых, вот такой выезд, да, сделаем. Это мы можем себе позволить. И вот такой тогда мы делаем выезд. Черт, а что ты так закругляешься-то? Давайте здесь еще одну точку тогда сделаем. Вот так вот, пускай дополнительная будет. И вот отсюда мы попробуем прийти сюда. Блин, а что он так? Делаем тогда по-хитрому. Делаем сначала, чтобы оно только в ту сторону ехало. Вот так вот. Вот это дело соединяем обратно, чтобы это было двухстороннее. Вот отсюда он сможет перейти вот сюда. Вот так вот. Ну и отсюда он выезжает сюда. И здесь тоже сделаем двухстороннее, чтобы они уступали дорогу. В случае чего. Выезд вроде как сделали. Теперь делаем точно так же въезд. И въезд надо делать тоже вот отсюда. Здесь делаем точку тогда. Это вот мы убираем. И, наверное, вот здесь тоже надо сделать точку. Это мы тогда тоже убираем. Это соединяем тогда въезд. Зарисовываем вот сюда, вот с этой стороны. Вот эту точку можно было не делать. Здесь тоже, в принципе, получится нормальный въезд. Это тогда стираем. И вот это вот все дело мы тоже соединяем. И отсюда делаем тогда переход вот сюда. И здесь у нас должна быть двусторонняя дорога. Ну вот как-то вот так это должно работать. В теории выглядит вроде как нормально. Если вдруг будут какие-то косяки, то потом соответственно будем править. Пока что нас это вполне себе устраивает. Оно должно будет работать. Давай, друг, едь паркуйся тогда. У нас там спринтер зарядился, интересно или нет? Нет, спринтер зарядился, он тоже молодец. Тогда тоже пускай едет и паркуется. Вот, ну в общем-то вроде как и все. Теперь, друзья, осталось только лишь убрать поля, все покосить. И это в принципе хороший повод даже постримить, наверное. Поэтому в этой серии, друзья, мы увидимся уже после уборочной. Ну а я, наверное, действительно пойду постримлю эту самую уборочную, почему бы и нет. Производство удобрения и жидкое удобрение почти нет места. Надо вывести, да, там 190 кубов. Давай, друг, сделай три поездки. Все это дело вывози. И еще и трактор тоже пускай сделает три поездки. Все это дело на склад жидкости мы вывозим. Пускай оно хранится там. Да и тем более, что у нас вся техника пополняется именно оттуда. В общем-то, друзья, я занимаюсь уборочной. Мы тогда встречаемся с вами еще в конце месяца. Подведем итоги да запустим нашу мельницу. Итак, друзья, на часах у нас 7.42. И закончилась уборочная. Уборочная наших полей. Был небольшой стремец. Часа на 4, наверное, да. Где мы, соответственно, убрали наши поля. И плюс их скосили. 45-е, 47-е, 48-е. 50-е, 42-е. 50-е уже даже заволковано. Вот эти вот три еще надо заволковать. Солому все пособирать. Строу все пособирать. Это, в общем-то, надолго. И это я потом сделаю. Наша же задача сейчас запустить наш маслоэкстракционный завод. Точнее, мельницу. Что это я? Маслоэкстракционный. Рано еще маслоэкстракционный. А где он? 26-е поле, я помню. Ориентир, 26-е поле. Вот он. Все рожь я сразу вывез сюда. Пшеницу не догадался сразу вывезти сюда. Поэтому сейчас перевезем. Мы собрали ее 590 кубов. Как раз на 10 поездок нашему ману. Запустим, разумеется, все маны сейчас по-быстрому это отвезти. Также, друзья, скоро сюда электричество попадет. Давайте мы эти линии запустим. Плюс еще поддоны надо сюда завести. 100 кубов сюда влазит. Я думаю, что один прицеп мы загрузим с поддонами. И заодно посмотрим, чтобы триггеры работали. Ну, триггер на выгрузку зерна работает. Плюс маны туда заезжают, выезжают. Это уже было проверено на стриме. Точнее, я этого всего не видел. Но они туда ездили и все было хорошо. Поэтому давайте запустим их в работу. Давай, друг, ты съездишь четыре раза из элеватора. Отвезешь на мельнице выгрузка зерно пшеничку. Где у нас тут пшеничка? Вот она, пшеничка. Давай, едь, катайся. Черненький. Три раза съездит по тому же самому маршруту. Где у нас тут тоже? Вот пшеничка. Три раза давай тоже катайся. И белый ман у нас возил щепу в течение всего стрима. Тоже три раза, тоже пшеницу. Он сначала починиться поедет. А, надо создать еще папку. Сейчас создадим. Давай выгрузка зерно и тоже с элеватора. Эту самую пшеницу загружай. Едь, чинись и загружай. Ну и давайте нашего какого-нибудь маленького трактора. Давай вот тебя. В принципе, без разницы кого. Один раз отвезти поддоны. Поддоны у нас на складе есть. Поддоны тоже. Давайте папку создадим прямо сейчас. Сейчас это будет у нас папочка мельница. И в эту самую папочку мельница мы скидываем вот эти наши три точки. Я не обратил внимание, техобслуживание там надо или не надо. Нет, техобслуживание здесь не надо. Сточной воды здесь никакой нет. Отруби у нас идут как побочный продукт. Но это ладно. Давай, мельница, выгрузка, поддоны. Один раз. 70 кубов ты отвезешь. Туда 100 влазит. Но я думаю, их надолго хватит. Вот, ну и посмотреть, конечно же, чтобы вот этот товарищ у нас там разгружался. Это было бы неплохо. Также, друзья, из неприятных моментов. Поля, где мы высаживали с вами траву. Они стали, как видите, тоже кривыми. И вроде как есть способ их подровнять. Я тут на стриме попробовал. Можно вот это вот все зарисовывать именно как поле. Есть здесь такая штука в планировке ландшафта. Растения в конце. Именно как создавать поле. Надо будет все вот эти вот поля, которые мы засаживали травой. То есть, на которых была люцерна, клевер, трава когда-либо. Надо их будет все выровнять. Иначе они, во-первых, видят здесь, не видят точнее здесь острых углов. И, соответственно, поворачивают, оставляют урожай вот так. То же самое и с сейлками творится. Но, как бы, я их ровнял. А сейчас мне уже не ровнял, а доделывал. В общем-то, надо будет это все дело сделать. Плюс, я еще, друзья, тут карту смотрел. Как-то раз мне попалось. Здесь, если мы посмотрим состав почвы, то везде кромки полей нуждаются во вспашке. Так что, я думаю, хотя, вот, кстати, не все. Но эти поля и ровно обработались. Мы здесь, по-моему, траву не высаживали. У нас здесь в тот период, когда мы силы самопарывались, кукуруза была обычный урожай. Поэтому они остались прямоугольными. А вот здесь, там, где травка была 38, 36, 50, они, получается, скашивали чуть больше, чем надо. Получились некрасивые углы. В общем-то, возможно, есть смысл сюда еще чизель-культиватор запустить. Но с этим всем, друзья, я разберусь за кадром. Наша задача сейчас запустить мельницу. Через 15 минут туда электричество приедет. Заодно, кстати, давайте глянем разгрузку. Нормально, они здесь выезжают. Не знаю, будут ли они друг другу здесь мешать. В теории, они могут здесь столкнуться. Но я надеюсь, обойдется без подобных эксцессов. Пшеница тоже есть. Еще поддоны и электричество нам сюда надо. Поддоны уже на подъезде. На самом деле, есть вариант здесь все это дело обвязать двусторонними маршрутами, так, чтобы они друг друга пропускали. Но надеюсь, обойдемся без этого. Так, что у нас здесь? Ты поворачиваешь, ты заезжаешь, ты не упираешься. Вроде нормально, не сильно близко я проехал. Как минимум, этот трактор разгружает. Все, работает прекрасно. Еще, чтобы уехал отсюда, тоже будет шикарно. Давайте, друзья, тогда промотаем время немножечко до 8 утра. Самое малость. Просто, чтобы производство запустилось. Сдынь. Ставим время 05. Еще один ман приехал. Да, выгрузка поддонов идет прям медленно. Ман успел приехать разгрузиться. Все, поддоны выгрузились. Этот товарищ тоже отсюда уезжает. Все, без проблем. Отлично. Да, отруби у нас здесь будут в поддонах. Ну и, в общем-то, производство пошло. Электрозаряда только что-то мало. Как-то сюда поступило. Возможно, всем не хватает. Давайте мы вот этот вот тоже на распределение поставим тогда. Чтобы он забил все производство. Да, возможно. У нас же только солнечные батареи наши. Сейчас электричество распределяли. Они, возможно, ничего и не насобирали. Потому что и погода пасмурная, да и утро еще, солнца не было. Ничего и не накопили. Вот такие вот пироги. Значит, друзья, работа за кадром. У меня прям дохренища. Я думаю, что я до конца дня не справлюсь. Урожай весь, что надо. Мы загребаем себе на базу. Что не надо, продаем. Я имею в виду с контрактов. Блин, там еще 68-е поле. Кошмар. Что у нас тут будет? Пшеницу рожь мы заберем себе. Лен продадим. Овес, наверное, на семена можно будет забрать. Нут на семена заберем. Канолу на топливный завод тоже заберем. Горчицу продадим. И, в общем-то, все. Полба пшеницы, все остальное нам, то, что на заводу понадобится, все себе чуть-чуть оттяпаем. Сколько у меня времени уйдет вообще на уборку? Сбор соломы, сбор травы. Плюс еще все наши поля надо подготовить к следующему посеву. То есть собрать солому, замульчировать, посыпать известью. Хотя, с другой стороны, не обязательно это делать сегодня. У нас еще будет чем заняться. Так что, друзья, мы с вами встретимся в августе. В августе у нас уже созреет, во-первых, наша полба. Надо будет ее убирать. Тут есть два поля. Также наша кукуруза. Травы еще много. Что у нас здесь растет? А, гречиха тоже созреет в августе, кстати, соберем. Запустим еще две линии нашей мельницы. Наша кукуруза, по-моему, на пятой стадии шести. Ее можно будет уже насечку собирать. Соответственно, соберем. А подсолнечник будет еще не скоро. Только в октябре, получается, или в сентябре. Плюс другие поля на карте созрели. Короче, будет чем заняться у нас в августе. Ну и следующая серия, скорее всего, затронет и август, и сентябрь. А в сентябре у нас должна будет созреть наша свекла. Нет, не в сентябре. Чуть попозже. Ну, в общем-то, в любом случае посмотрим в октябре. Ну, можно будет ставить уже сахарный завод. То, что мы планировали. Ну и баланс наш чуть-чуть еще поднимется. На этом, друзья, у меня тогда все. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если не хотите ждать следующую серию, то ее уже можно посмотреть на бусте. Лайки, комментарии, друзья, тоже не забываем. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки.